Доброго времени суток вам, коллеги. Приветствую вас на платформе Стэнфорд. Спасибо, Игорь Александрович. Я сделаю очень короткое такое вводное выступление. Если вы видели по программе, оно называется «Какому учителю со Стэнфордом жить хорошо?» По мотивам «Какому учителю на Руси жить хорошо?» На просторах интернета нашлось вот такое стихотворение. Я не буду его цитировать, думаю, что на слайде видно хорошо. Это попытка ответить на вопрос, действительно, «Какому учителю на Руси со Стэнфордом жить хорошо?» Да, наверное, здесь есть некоторые ответы. Завучу или директору. Мы, конечно, очень хотим, чтобы наши ресурсы, как сказала Игорь Александрович, созданы не системой образования, не агентами системы образования, но для системы образования. Чтобы они в перспективе, конечно, оказались интересными, важными, возможными для встраивания, серьезного встраивания в образовательные программы, образовательных организаций с точки зрения руководителей. Но вот наши сегодняшние события, его главные герои, это, конечно, наши учителя, которые вместе с нами верзнули, попробовали наши ресурсы уже конкретно в практике, сегодня готовы этим поделиться. И всех их объединяет, на мой взгляд, одно очень самое главное качество современного педагога. Это как раз то, что они, оставаясь учителями, в самом хорошем, в таком классическом русском культурном смысле, практически вместе со Стэнфордом выполняют ту миссию, которую в свое время выполнили великие педагоги, которые взялись за, ну, не побоюсь такого сравнения, за ликвидацию безграмотности на Руси приняли вот этот наш посыл, потому что я не буду сейчас рассказывать много о платформе Стэнфорд, мы это уже не раз делали, о том, какие у нас ресурсы, как они структурированы, какова наша образовательная модель. Это уже сейчас лучше меня сделают наши коллеги, которые сегодня будут презентовать свои небольшие доклады и практики. Но вот что их объединяет, могу совершенно точно сказать, это то, что с нашим контентом уникальным, не всегда простым, идущим очень сильно по касательной со школьной программой, они готовы работать для того, чтобы не учить, а действительно организовывать и сопровождать образовательный процесс образования современных школьников, современного цифрового поколения. Мы им за это очень сильно благодарны. Несколько таких организационных моментов, которые я озвучу сейчас, прежде чем передать слово нашим спикерам. Да, вот они, кстати, все здесь. С удовольствием их представлю, и также вы их увидите. Лариса Анатольевна Геляшева, город Перм, школа 120, заместитель директора и учитель информатики. Юрий Дмитриевич Никонов, учитель физики, Хмао Югра, город Мегион, школа номер 9. Ирина Вячеславовна Александян, учитель физики, школы номер 18 города Ставрополя. Марина Разниковна Ордян, учитель физики, БОУ, инженерная школа, город Москва. Светлана Владимировна Зайцева, учитель математики, школа 1191, город Москва. Екатерина Геннадьевна Сенчакова и Сергей Владимирович Ершов, уникальное образовательное учреждение города Москвы, гимназия МИИС, учителя русского языка и учителя информатики. И Елена Николаевна Герасимова, республика Карелия, один из самых известных физиков в этом регионе, а на сегодняшний день руководитель инновационного образовательного учреждения Республиканский центр дополнительного образования города Петрозаводска. И вот организационные моменты, о которых я уже упомянула. Значит, поскольку у нас сегодня такое техническое точки зрения серьезное мероприятие, мы это делаем впервые. Поэтому, уважаемые коллеги, вопросы спикерам в рамках трансляции вы, конечно, можете задавать, но они не смогут вам оперативно ответить в чате. Но у нас еще с нами сегодня работают наши тьютеры. Вот вы видите их здесь, имена, фамилии и должности на экране. Огромное вам спасибо. Мария Валерьевна Брагина, город Ярославль, школа номер 33. Марина Викторовна, прошу прощения, что на слайде неправильно напитное имя. Марина Викторовна Козова, Самара, школа номер 10. Денис Викторович Костырев, школа номер 1, город Целикамск, Кернский край, и Ольга Владимировна Хохлова, город Ярославль, школа номер 87. Пожалуйста, если по ходу трансляции у вас будет возникать вопрос о платформе Стэнфорд, о том, как зарегистрировать педагогу, как зарегистрировать школу, относительно типов, ресурсов, курсов, проектов, роликов, пожалуйста, задавайте в чат. Я с удовольствием вместе с нашими тьютерами буду отвечать по мере возможности по ходу трансляции. Соответственно, если вопросы будут более глубокие и содержательные, пожалуйста, мой электронный адрес. Я обязательно все вопросы переадресую нашим сегодняшним спикерам, и мы дадим вам развернутые ответы. По техническому сопровождению, пожалуйста, также обращайтесь в чат. Наш специалист Илья Басов будет готов вам помочь. И, соответственно, по сертификатам, поскольку в конференции сертификаты были проанонсированы, все, кто у нас сегодня участвует в онлайн-трансляции, по адресам, которые вы указали при регистрации на события, мы после майских праздников обязательно оформим все сертификаты и, соответственно, вышлем вам. Большое спасибо вам за внимание. И мы сейчас, нам нужно некоторое время для того, чтобы переключиться на Пермь. Лариса Анатольевна Геляшева со своим выступлением в школу номер 120 города Перми. Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию опыт работы Пермьской школы номер 120 по внедрению в организацию образовательного процесса электронных образовательных ресурсов платформы «Сентр» и тех перспектив и возможностей, которые открываются у образовательного учреждения при использовании этого ресурса. Мы являемся новичками в Стэнфорд, включились в деятельность в сентябре 2016 года и, как многие образовательные учреждения, при планировании деятельности мы ищем пути и средства повышения учебной мотивации учащихся. Определяем эффективные способы, формы организации учебной деятельности, которые соответствовали бы современным стандартам образования. Как раз после рассмотрения всего спектра элементов платформы пришли к выводу, что использование образовательных ресурсов в Стэнфорд может способствовать решению проблем, стоящих перед образовательными учреждениями. В 2016 году нами был разработан проект по использованию образовательных ресурсов онлайн-платформы школы. Основная цель этого проекта – создание модели формирования у обучающихся, готовности к осознанному выбору и профессиональному самоопределению. Организационно-содержательная модель проекта предполагает создание в школе на основной ступени образования условий для получения подробностей, опыта, проб и ошибок, самостоятельного выбора и принятия решений по отношению к собственной образовательной деятельности. Через какие же механизмы могут быть реализованы этот проект? Их три. Во-первых, это возможность осуществлять выбор и принимать самостоятельные решения. Это современные формы деятельности и включение в образовательный процесс субъектности подростков. Какие основные элементы мы здесь видим? Во-первых, это поточный групповой метод обучения, краткосрочные курсы, профессиональные пробы и тьютерское сопровождение. При этом фиксация результата проекта происходит путем проведения мониторинга ведения страниц в личных кабинетах обучающихся. Но кратко расскажу о каждом из этих элементов. Поточно-групповое обучение выстроено как система индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на основе выбора из предложенных образовательным учреждениям вариантов учебных групп в рамках отдельных предметов. В пятых, шестых классах деление в рамках учебного предмета осуществляется по видам деятельности. С нами апробирована биология и география. В седьмых и девятых классах деление по уровню сложности. Например, это может быть физика и информатика. Так, в рамках данного проекта изучения предметной области биология предлагается в рамках следующих групп потоков. Например, биология глазами инка, биология как исследование, биология в моделях и рисунках. Как раз этому способствуют те ресурсы, которые мы можем использовать на платформе с темпом. Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора учащихся, исходя из их индивидуальных образовательных интересов и потребностей. По завершению учебной четверти ребенок может поменять потоки изучения предмета. Учителя-предметники, ведущие предмет в рамках поточного группового метода обучения, выбирая типовую программу, учебный методический комплект, составляют рабочие программы, учебные группы по предмету, тематические планирования. Массивные изменения до 30% не превышают установленные нормативными документами пределы. Краткосрочные курсы представляют собой учебные модули от 8 до 16 часов, что позволяет учащимся пройти в течение года несколько таких курсов, краткосрочные курсы реализуются в деятельностном режиме с использованием современных технологий и методов. Ну, исследовательское, проектное, моделирование, как раз это может быть использовано на ресурсе, тайны листа лотоса. И завершается образовательным предъявлением учащимся или группы учащихся конкретного готового продукта и их деятельности. Комплектование группы осуществляется на основе добровольного выбора учащихся, исходя из их индивидуальных образовательных интересов и потребностей. Вообще-школьном расписании система краткосрочных курсов отражена как модульный способ организации учебно-воспитательного процесса. Данный способ организации позволяет учащимся в короткие сроки получить, проанализировать и представить продукцию своей деятельности. Это является важным условием для формирования мотивационной среды и подростковой целесообразности, то есть для ребенка важно получить результат здесь и сейчас. Под профессиональной пробой в нашей модели проекта понимается один из видов социальной практики, в рамках которой за 8-16 часов школьник погружается в специфику конкретной профессии непосредственно на рабочем месте. Это может быть реализовано также с помощью платформы «Стентр». Целью профессиональной пробы является создание условий для развития учащихся, например, восьмых классов, готовности к профессиональному соопределению через формирование представления о мире профессий и привлечения личного опыта сотрудничества с реальными представителями профессиональной среды. Система профессиональных проб строится на реальном партнерстве общего образовательных учреждений с предприятиями, организациями, учреждениями и другими работодателями. Также краткосрочные курсы осуществляются в рамках часов школьного компонента. Тьютерское сопровождение при реализации проекта «Стентр» призвано поддерживать процессы выбора, принятия решений и препрессию подростками и проэксперимов. Тьютерское сопровождение базируется на образовательных технологиях, выстраивающих взаимодействие «Фетерампы» и «Фетерампы», в ходе которого «Фетерампы» осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи. Тьютерское сопровождение вводится как специальное организационное педагогическое сопровождение в оформлении образа будущего ученика. И в качестве региона хочу сказать, что «Стентр» поможет учителям освоить технологии фетерского сопровождения, освоить технологии дистанционного обучения, организовать самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся, организовать учебно-исследовательское проектирование создать условия для формирования исследовательско-проекта и капитализации учащихся. Создать условия для формирования универсальных учебных действий. А для ученика он поможет познакомиться с тем, как устроены и применяются нанотехнологии. Принять участие в дистанционных образовательных проектах и организовать исследовательскую деятельность. И пройти интересные электронные образовательные ресурсы, выполнять задания в современной цифровой среде. Правда, думаю, что коллеги об этом в дальнейшем расскажут. Поможет научиться работать в команде и научиться формировать индивидуальный образовательный маршрут. А в качестве резюме хочу сказать, что в том числе и благодаря ресурсам образовательной платформы STEMP пересмотрены цели и задачи учебных предметов в аспекте их практики ориентированной направленности. В учебный план включены виды деятельности, отличающие стандартам второго поколения, внедрены в практику новая форма организации образовательного процесса, основанная на выборе обучающихся их родителей. Заложены основы системы социального партнерства и фьюдерского сопровождения при реализации системы профессиональных профилей. В рамках реализации проекта закладываются основы техпрофильной подготовки учащихся, и участие в проекте позволяет подготовить учащихся к изучению предметов на профильном уровне и создает условия для профессионального самоопределения школьников. Спасибо за внимание. Спасибо, Ларисе Анатольевне. Коллеги, мы видим, что есть у кого-то проблемы со звуком. Просим спикеров говорить погромче, смотреть в камеру, для того, чтобы была более качественная трансляция. И сейчас мы перемещаемся в Ханты-Мансийский автономный округ. Юрий Дмитриевич Никонов, город Мегион, Хмао-Югра. Нам нужно некоторое время, чтобы переключиться. Добрый день, уважаемые коллеги. Моя презентация называется «Аллатроп. Первое впечатление». Мы все наблюдаем, как компьютерное обучение получает все больше популярности. Постоянно разрабатываются и предлагаются к внедрению новые, более совершенные методы, позволяющие существенно повысить качество процесса обучения. Не стало исключением и образовательная платформа «Скомфорт», одним из ресурсов которого является компьютерная игра «Аллатроп». Игровые технологии позволяют в увлекательной форме освоить новый учебный материал, приобрести необходимые навыки и закрепить имеющиеся знания. Одним из факторов, влияющих на качество обучения школьников, является мотивация. Педагогический опыт показывает, что мотивация к изучению предмета «Физика» у учащихся в школах невысок. Одной из причин является то, что школьник не понимает, как полученные знания помогут ему в дальнейшем учебной и профессиональной деятельности. Уверен, что коллеги и родители со мной согласятся, что любимое времяпрепровождение детей – это компьютерные игры. Для победы в игре учащиеся тратят свое время, а порой и деньги, покупая различные артефакты. Кроме этого, они ищут различную дополнительную информацию по прохождению той или иной игры, посещают специализированные сайты и форумы. То есть, при прохождении компьютерной игры учащаяся обладает высоким уровнем мотивации. Образовательные компьютерные игры могут стимулировать интерес учащихся к предмету и, как следствие этого, повысить эффективность учебного процесса и качество обучения. Итак, позвольте перейти к рассмотрению самой игры «Алотроп». Целью игры является повышение осведомленности о нанотехнологиях и наноиндустрии среди детей и подростков. Игру можно отнести к жанру квест и экшен. При первом запуске игры школьников приветствует голографическое изображение девушки, которое разъясняет, где они оказались и что необходимо делать. В игре в данный момент функционируют три уровня, три этажа. Это живой уровень, оптика и транзисторы. И находятся в разработке еще три. На этажах находятся вспомогательные помещения, лаборатории, полигон, личная комната и подземелье. Пользователь в игре открывает все новые и новые комнаты, а для их решения требуется решать разные задачи из курса физики. В игре всегда можно найти подсказки. Теоретический материал, подсказки к действию и даже подсказки к задачам. Интересным для детей оказалась сборка робота, а потом и управление им для исследования подземелья и поиска артефактов. В заключение хочу сказать, что игра в данный момент не является дидактической единицей для изучения физики. И разработчики такой цели и не ставили. Игра замечательно подходит для выполнения... Игра замечательно выполняет мотивационный аспект образовательного процесса. За решение дополнительных задач школьник получает бонусные баллы в копилку. Среди преимуществ игры можно выделить дружественный интерфейс, возможность использовать играющие необходимых справок, подсказок или указаний, в том числе и методических. Особенно обеспечение возможности выбора последовательности и темпа работы. Разработчики обещают, что будут встроены функции для учителя. Появится возможность добавлять собственные задачи. А это очень даже интересно. Хотелось бы иметь также возможность и отслеживать качество их решения и динамику прохождения учащихся. Спасибо за внимание. Передаю слово следующему спикеру. Большое спасибо, Юрий Дмитриевич. Надеюсь, что у тех наших слушателей и зрителей, кто еще не знаком с игрой, после этого выступления появится желание в нее заглянуть и пройти первый уровень. А мы с вами возвращаемся в Москву, в нашу студию. И наш следующий спикер это Марина Разниковна Ордян, учителя физики Московской инженерной школы. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ордян Марина Разниковна. Я учитель физики и представляю КБУ Инженерно-техническая школа «Город Москва». Тема моего выступления – популяризация высоких технологий и содействие профориентации школьников в области естественно-научного образования в рамках проекта «Стэнфорд». К проекту «Стэнфорд» наша школа присоединилась совсем недавно, и мы только разрабатываем формы, если можно так выразиться, взаимополезного сотрудничества. Но один аспект нашего интереса уже проявляется достаточно четко. Это профориентация. Именно профориентация в рамках естественно-научного образования школьников. Инженерные классы в нашей школе были образованы в 2015 году, и они позволят выпускникам получить предпрофильное образование для дальнейшего успешного поступления в технические вузы. И, как мне видится, наша школа стремится быть той основой, своего рода источником, который помогает становиться, развиваться современной личностью, а не быть только местом для накачки учеников научными знаниями. Этим и вызван интерес с нашей стороны к образовательным ресурсам проекта «Стэнфорд». А так как профориентационная работа связывает личностные интересы и потребности учащихся с их будущим, то именно поэтому при организации образовательного процесса в нашей инженерно-технической школе профориентационная работа с детьми занимает особое важное место. Вопрос выбора профессии на протяжении многих лет является уже достаточно актуальным. Известно, что перед тем, как стать специалистом в определенной области, приходится проделывать немалый путь, начиная от самой мысли «кем быть» и заканчивая получением всех необходимых знаний для опыта работы. А разговор о профессии начинается с раннего детства. Дети часто спрашивают, кем ты хочешь стать в будущем. И дети отвечают на этот вопрос по-разному. Кто-то говорит, что хочет стать врачом, кто-то – учителем, летчиком, космонавтом, милиционером. То есть называют набор профессий четко определенными функциями. А если ребенок сильно увлечен чем-то, ему нужно помогать развивать свои способности в этой сфере, подсказывать, направлять в нужном направлении, представлять информацию о профессиях, наиболее востребованных в будущем. А будущая профессия должна соответствовать требованиям современного общества. И так как с каждым годом производство все более развивается, обществу необходимо будут инженеры. Инженеры самых разных специальностей – это и специалисты IT-технологий, в том числе и те, кто будет разрабатывать принципиально новые технологии в этой области. И в последнее время мы с вами знаем, что должное внимание уделяется экологии окружающей среды, поэтому нужны будут работники в этой сфере, особенно инженеры, разрабатывающие новые системы очистки, защиты, фильтрации и так далее. Нужны будут профессионалы в области красоты, тем более здоровья. Опять же, нужны будут специалисты, создающие новые инструменты для операции, материалы, лекарства. Строительство постоянно развивается, оно нуждается не только в рабочей силе, но и в специалистах, разрабатывающих новые строительные материалы. То есть мир нуждается в современном инженере, компетентном специалисте, способном к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, который умеет самостоятельно проектировать и реализовывать свои способности саморазвиваться на протяжении всей жизни. А как сегодня обстоят дела в этом направлении, в том числе и у нас в стране? Начну с того, что в 20 веке, как мы знаем, произошел раскол культуры на техническую, то есть естественно-научную и гуманитарную. При этом считается, что первое естественно-научное – это полезное и необходимое, а второе – просто безвредное. Но исторические процессы привели к гуманитаризации образования, которая, являясь необходимой и правильной, своевременно для своего времени, в то же время привела к выхолощиванию естественно-научного образования. Но поскольку жизнь стала исключительно наукоемкой, то снижение качества естественно-научного образования неизбежно привело к снижению качества жизни в нашей стране. Поэтому возросшие требования современного высокотехнологического производства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблему профессиональной ориентации молодежи. Учителя нашей школы объясняют ребятам и их родителям, что наука – это не только техника. Как считается, сейчас большинство ошибочно из них. Это прежде всего естество знания. Естество знания накапливало опыт взаимодействия человека с действительностью и самый удачный опыт фиксировался в социальной среде людей, становясь его культурой. Поэтому наша школа и заинтересовал образовательный проект Стэнфорд. Мы сразу увидели четко обозначенную концепцию этой образовательной платформы, а именно привлечение внимания учащихся к области высоких технологий, популяризации научно-технических знаний. На самом деле в этом направлении наша инженерно-техническая школа работает уже очень давно. Это участие и в университетских субботах, организованных департаментом образования города Москвы. Поясню, в рамках этих мероприятий учащиеся посещают университеты, в том числе и технической направленности. Недавно ученики нашей школы проходили квест в политехническом колледже. Была организована экскурсия обучающихся в науке АМУР. Это предприятия, входящие в комплекс РТИ. А недавно, ко всеобщей радости всех наших учеников, было организовано посещение нанотрака. Это современный инновационный лабораторно-образовательный комплекс, посвященный тематике нанотехнологий. Буквально пару дней назад он приезжал к нам в школу, дети получили большое удовольствие. Я так предполагала, что инженерные базы во многих школах уже хорошо развиты. Есть 3D-принтеры, современное учебное оборудование, есть специалисты. Но если такой базы нет, или как дополнение к уже существующей, есть образовательные интернет-платформы, которые позволяют и ребятам, и учителям получать новые знания. Ведь в современном мире знать, где получить новое знание, не менее важно, чем умение что-то делать. И опять же, образовательная платформа Stanford, как пример такого современного образовательного контента. Приведу следующий пример, который наглядно иллюстрирует, как мне кажется, лучшее применение ресурсов Stanford в естественно-научной профориентации школьников. Есть такой портал, который называется «Проектория», который предлагает новый уникальный образовательный формат, объединяющий учеников школы, вузы и бизнес. В любом уголке России ученики могут, погрузившись в решение самых разных практических задач, с уже школьной скамьи, ориентировать себя на будущую профессию. Я вам приведу примеры, которые решают, что является основной задачей этого портала. Это профориентация школьников под заказ бизнеса и научных учреждений страны. Проектные задачи, которые там ставятся, дети должны решать и в будущем становиться абитурентами или работать на этих предприятиях. Это такие задачи, как, например, разделение устойчивых гидроорганических эмульсий, простите, пожалуйста, мелко написано, и многие другие проекты, развитие аддитивных технологий, наноматериалов и так далее. Проектные задачи, которые ставятся, достаточно сложны. И, как написано на портале, создавая новые конструктивные функциональные материалы, технологии их изготовления и так далее, мы приглашаем инженеров. Все эти вопросы ждут ответа, какой должен быть сплав, чтобы он выдерживал температуру в 5000 градусов в супертурбине, как создать батарейку с размером со спичный коробок. Достаточно интересный проект. Но тут возникает один вопрос. А как достичь этих целей, если у учащихся нет необходимой информации для работы над этими сложными проектами? В школьной программе по физике, химии, биологии нет сведений о современных технологиях. В лучшем случае, например, курс нанотехнологий преподается факультативно. И поэтому ставятся достаточно серьезные проблемы. Это роль учебных материалов в преподавании таких серьезных проектов. Подготовка к качественному, техническому и профессиональному образованию зависит в том числе и от компетентности преподавателя. Компетенция современного учителя зависит, кроме педагогических навыков, еще и от того, как учитель сам развивается. И вот такие учебные ресурсы я открыла для себя на образовательной платформе Stanford вместе с коллегами, используя их на уроках и изучая вместе с детьми. И я очень надеюсь, что поэтому у моих учеников и их родителей при поступлении на научные факультеты уже не возникнет вопрос, а чем они будут заниматься, когда закончат университет. Ведь сегодня у многих он остается без ответа. И в результате нередко можно встретить менеджеров по продаже, мобильников, риелторов, страховых агентов с дипломами химфака, биофака и других научных факультетов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Марина Размиковна. Коллеги, для кого-то напоминаю, а для кого-то просто говорю, что более подробное интервью с Мариной Размиковной вы можете прочитать на нашем портале в разделе Stanford, в разделе STEM Story. А мы сейчас с вами перемещаемся в Ставрополь. Ирина Вячеславовна Александровна, учитель физики, школа номер 18. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представиться, учитель физики БОУСОЖ-18, города Ставрополь, Александр Ирина Вячеславовна. Хочу представить вашему вниманию мою презентацию, которая называется «Применение образовательных курсов платформы STEMFORT на уроках технологии и физики». В этом учебном году мне, наверное, немножко повезло, потому что администрация школы дала мне возможность работать не только на уроках физики, но и уроках технологии. Мой курс технологии называется «Развитие у учеников такого понимания, как работа в группах, работа с разными курсами и так далее». И, соответственно, мне очень помог, потому что существует такая, появилась такая платформа, как STEMFORT, и на уроках технологии и физики я применяю образовательные курсы STEMFORT. Хотелось бы показать вам некоторые моменты, которые он используется. Первое, что хотелось бы показать вам, такой пример, как наносвет и LED-технологии. Возможность использования такого курса на уроке в восьмом классе. Это урок, связанный с электрическим током. И здесь как раз с детьми очень хорошо можно рассмотреть такие вопросы. Посмотрите, пожалуйста. Сравнить энергопотребление, то есть сказать, что же такое лампочка накаливания, что такое светодиодная лампа. Прекрасно видно. И, соответственно, дети, эти вкладыши могут определить для себя, каким же образом можно, что дает лампочка накаливания, что такое светодиодная лампа. Кроме того, посмотрите, здесь можно применить, то есть рассмотреть световой поток. Да, для детей еще не очень понятно восьмого класса, что такое световой поток. Но во всяком случае мы определяем, что он общий и для лампы накаливания светодиодной лампы. Но мощности, которые они используют, абсолютно разные. И время использования, то есть срок службы данных ламп тоже оказывается разным. Для детей это становится очень интересным. И тут же можно сказать о экологии, о том, что использование ламп накаливания и лампочки светодиодной одинаковые по световому потоку, но разные по строку службы и, соответственно, разные по мощности, которые используются человеком. Кроме того, на этом же уроке можно показать детям и рассказать следующее, что оказывается белый свет получается при слиянии двух свежелтого и голубого. Для детей это оказывается очень интересным фактом. И кроме того, здесь можно дополнить такие дополнительные сведения для детей, которые вряд ли они полезут сами и будут искать, но дополнить материал становится очень даже неплохо. О том, что же такое люминофон, что такое светодиод и так далее. И тут же у нас появляется вопрос, посмотрите, о диоде и светодиоде. Диод и светодиод как раз очень удачно показывают применение в лампах. Далее, здесь же как раз электрический ток, мы связываем его не только с проводниками электричества, но и связываем его с полупроводниками. Это тоже возможность есть ученикам рассмотреть, что происходит с электрическим током. То есть дать определение сопротивления и дать определение удельного сопротивления проводника. На уроках, связанных с тепловой физикой, очень удобно использовать такой электронный продукт, как тепловая стена микро- и наноэлектроники. Перед детьми возникает задача, что мы с вами знаем, что такое горячая точка. То есть рассматриваются различные электронные устройства, электронный ноутбук, компьютер, смартфон и так далее. Но мы знаем, что такая беда есть в том, что они нагреваются. Соответственно, мы здесь можем дополнить материал. Это, скорее всего, можно даже в 11 классе, в 10 классе дополнить материалом того, что такое сила тока, вспомнить или проговорить это, если это в 8 класс. Очень интересен для детей такая вещь, как закон Мура. Дети всегда пытаются... Вот этот закон запоминается очень даже хорошо. Они для себя открывают новое. Написан в электронном курсе, то, что как изменяется наша техника, как изменяются микросхемы. Даже для меня было некоторым открытием. Я не слышала, к сожалению, о законе Мура. И для меня тоже было это большим удивлением. Как изменяется техника? Следующий вопрос. Посмотрите, здесь вот закон Мура о автомобилестроении для детей вообще вызывает такой интерес. Они с удовольствием вот эту фразу прочитывают. И вот посмотрите, тепловая физика. Мы здесь связываем законы электрического тока и тепловой физики. Рассматривая следующие вопросы. То, что повторяя количество теплоты. Закон Джоуля-Ленца проговариваем о нем. Здесь же связан закон ОМОН для участка цепи. И посмотрите. И здесь же у нас идет вопрос. Теплопроводность, конвекция, излучение. А что это такое? А какие это процессы? И вот тут как раз, нажимая на вкладыши, то есть там, где точечка И, ученики для себя делают вывод. Применение теплопроводности, конвекции, излучения для электронных устройств, которые сейчас существуют. Очень интересно для детей, когда они открывают, можно ли пожарить яичницы на компьютере. Дети говорят нет. И когда мы открываем вкладыши, что действительно это можно было произвести, что такой опыт был проведен, дети всегда с большим интересом это смотрят и прочитывают. И говорят, что как оказывается здорово, что там такая оказывается температура, что действительно можно пожарить яичницу. Но всегда возникает вопрос, а как же можно? И дальше для себя, выполняя задание, которое идет в этом курсе, тепловая стена, дети находят для себя ответы, каким же образом можно было бы выполнить, исправить эту ошибку того, что очень сложно это сейчас делать на современных устройствах, используя закон Мура. Уроков технологии. У меня, к сожалению, нет компьютеров на всех детей. Мы используем следующий факт. Мы просматриваем все, что делается на интерактивной доске. Дети выходят с доски и выполняют задания по очереди, и мы вместе прочитываем, работаем вместе вот с этим электронным курсом. Это оказывается очень удобно. Такой курс, как, например, гибкое стекло, для детей оказывается тоже очень интересно. Здесь дети погружаются в тот мир, который мы не рассматриваем в школьном курсе. Из чего нужно сделать стекло? Какие компоненты для этого нужны? Это интерактивное задание, которое представлено у меня сейчас на слайде, для детей оказывается очень интересным. Какие компоненты? Здесь вы видите, используется не только физика, но, естественно, химия. Дети должны понимать, какие же здесь необходимы компоненты для того, чтобы было бы производство стекла. Ну, а потом мы рассматриваем классификацию стекол. Вот здесь, опять же, для детей оказывается открытием, что есть такие, как умные стекла, самоочищающие, гидрофобные, термические стойки и так далее. Открывая следующие вкладки, дети для себя делают очень много открытий. И, соответственно, проходит определенная профориентация для детей. Они для себя открывают, какие материалы необходимы, какие сейчас открытия в физике происходят. Это очень-очень важно для большинства детей. Итак, хотелось бы сделать следующий выбор. Электронные курсы платформы Stanford помогают учителю показать мирозрывную связь школьного курса с современными открытиями в области нанотехнологий. Помогают разнообразить материал интерактивными заданиями. Заставляют учеников анализировать предложенные ситуации. Итогом изучения темы является тестирование, способствующие запоминанию основных понятий. Что я вижу на своих уроках, и тот интерес детей к вашим электронным курсам Stanford, он очень яркий этот интерес. И для себя открытие нового, я считаю, всегда необходим, потому что если ребенок не будет что-то узнавать новое, то в этом и прекращается его новое обучение. И он, соответственно, может это рассказать следующим ребятам. Спасибо большое за внимание. Спасибо Ставрополь. Большое спасибо Ирина Вячеславовна за содержательное выступление. А мы снова в нашей студии в Москве. И сейчас у нас тандем двух педагогов, представляющих гимназию МИД. Это подведомственное образовательное учреждение Института путей сообщения имени Николая II. Сергей Владимирович Ершов и Екатерина Геннадьевна Сенчакова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Владимирович Ершов. Я преподаватель физики и информатики гимназии МИИД. И моя коллега Екатерина Геннадьевна Сенчакова, преподаватель русского языка и литературы. Мы являемся учителями гимназии МИИД, которая является структурным подразделением Московского государственного университета, путей сообщения императора Николая II, ведущего транспортного вуза нашей страны. Ни для кого не секрет, что вуз является технической направленностью. В нем реализуются в том числе и инновационные проекты, без которых жизнь в современном обществе не представляется возможной. Поэтому, уже начиная с школьной скамьи, нашей задачей и целью образования является расширение возможностей получения обучающимися разнообразных сведений, которые позволят определиться им с дальнейшим выбором своей профессиональной и предпрофессиональной деятельности. В гимназии реализуется управленческий проект по расширению таких возможностей в рамках социального партнерства с различными научными и образовательными организациями. Одной из тесных связей, установившейся в результатах данного социального партнерства, является связь с платформой Stanford. И эта связь дает реальные практические результаты, о которых бы мы как раз хотели вам рассказать. Сегодня наше выступление посвящено не столько области естественно-научного и технологического образования, которое само собой подразумевает обращение к платформе Stanford, а использование ресурсов платформы при изучении области гуманитарных дисциплин. В рамках работы над этой проблемой в нашей гимназии были поставлены задачи инновационной педагогической лаборатории, которая действует в нашей гимназии. Первое – это рассмотреть возможность использования ресурсов в платформах предметных властях русский язык и литература, фрагментарно опробировать некоторые ресурсы в образовательном процессе по дисциплинам русский язык и стилистика, увеличить уровень межпредметной интеграции в условиях конвергентного образования и повысить мотивацию обучающихся к генерации текстов разностилевой направленности, популяризируя область познания нанотехнологии. При реализации данного проекта в нашей гимназии на данный момент уже получены некоторые промежуточные результаты. Как вы можете видеть на слайде, на нем представлены измерения, проведенные среди обучающихся 6-х и 10-х классов. Здесь представлены они в результате summary. Это до использования ресурсов платформы Stanford. Я сейчас не заостряю внимание, об этом расскажет моя коллега более подробно. Я говорю только некоторые целевые индикаторы. И после использования вы можете посмотреть, например, читательская грамотность. Следующее, что было измерено, это межпредметная интеграция, но уже среди педагогов, пользующихся ресурсами и разнообразными возможностями, предоставляемыми платформой. Следующее, это социализация в области научной когниции. Для кого не секрет, что школьнику необходимо адаптироваться, ориентироваться и как-то найти себя в том океане современной инновационной информации, с которой ему приходится сталкиваться даже в предметных областях, таких как физика, химия, биология, не говоря уже о предметной области нанотехнологии. Следующее, это творческая активность в области генерации текстов разной стилевой направленности. Это немаловажный результат, который был получен в использовании ресурсов платформы Stanford. И теперь более подробно осветит вопрос непосредственно деятельности обучающихся с ресурсами платформы Stanford, о том, как организуется вообще занятие, часть занятий, на которых была проведена апробация при решении задачи внедрения как раз использования ресурсов Stanford в области гуманитарных дисциплин. Я предоставляю слово коллеге Екатерине Геннадьевне. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. И я предпочту свои рассуждения начать уже с практического материала, который для нас с вами, наверное, если меня смотрят филологи, особенно интересен. Но я думаю, что и физиков, и естественников, и биологов заинтересует и экологов, заинтересует то, как вроде бы из узкоспециализированной вещи мы можем получить совершенно широкое поле для деятельности в области гуманитарных дисциплин. На первый взгляд, такой далекой от, предположим, того же самого глоссария, который у вас представлен на слайде. Так вот, что это за демо-версия задания по стилистике? Стилистика – один из компонентов, один из курсов, включенный в изучение русского языка. Некоторые образовательные учреждения, мы с вами знаем, обладают возможностью выделять на базе учебного заведения хотя бы час, посвященный только стилистике. Но и в рамках урока этот компонент выглядит достаточно убедительным. Так вот, тогда, когда мы изучаем различные стили речи, у нас с вами появляется возможность при обращении к платформе Стэмфорд использовать те видеосюжеты, те определенные продукты, которые уже есть и которые уже там используются, например, на уроках информатики. Ну, поскольку наши кабинеты Сергея Владимировича даже находятся рядом, и заглянув на один из уроков, я, например, увидела у него на интерактивной доске глоссарий, который он разместил в рамках изучения квантового компьютера. Это как раз одна из тем, разработанная в системе Стэмфорд. И я обнаружила, что это как раз тот материал, который мне нужен для использования при изучении научного стиля речи. Естественно, он подвергся моей адаптации определенной. И что же у нас получилось? Когда ребята после урока Сергея Владимировича подошли ко мне на урок, мы как раз попытались выполнить следующее задание. Используя данные глоссарий, ребятам нужно было создать текст, прежде всего, научного стиля речи. Это достаточно просто, потому что мы все прекрасно понимаем, что принадлежность научного стиля речи определяется присутствием определенной терминологии, научных терминов, которые здесь как раз есть. Дальше, посмотрите, художественного стиля речи, вот это для ребят было гораздо более сложной задачей, потому что, как вы понимаете, вроде бы научный термин, а вместе с тем нужно создать художественный текст, образный, эмоционально активный, открывающий ярко позицию авторскую или позицию действующих лиц. И вот здесь, конечно, у ребят возникли затруднения, но вместе с тем им было чрезвычайно интересно из весьма сухого информативного научного текста все-таки создать область далекую от науки и чрезвычайно близкую к эмоциям, к образности. Ну а вот третье задание, третий элемент первого задания, предположим, создание разговорного стиля речи, позволило ребятам в полной мере отдохнуть, потому что мы прекрасно понимаем, что очень многие термины, которые у нас используются в науке, сейчас абсолютно адаптированы для каждодневной жизни, и на эту тему уже достаточно много и шуток, и анекдотов сформулировано, и ребята почувствовали, что наука приближается к ним, входит в их быт, в каждодневный разговор, и тем самым буквально в масштабах 20 минут урока я получила, пусть достаточно короткие, но чрезвычайно яркие по своей сути проявления вот эти вот тексты, и они же потом другими ребятами были проанализированы и выявлены чрезвычайно правильно, верно, точно вот эти признаки и черты и разговорного стиля речи, и художественного стиля речи, но и, соответственно, научного. Второе задание, посмотрите, смоделировать ситуацию использования данных текстов. Это вот как раз мне хочется вас отправить к слайду, который говорит о социализации, да, научной когниции. То есть ребята уже прекрасно понимают после такой работы в какой момент речи, в какой речевой ситуации, в какой среде, да, нужно пользоваться все-таки разговорным стилем речи, да, а где все-таки объясняться, безусловно, нужно исходя из научной терминологии. Но вы знаете, это получился все равно не самый яркий опыт. Наверное, самый яркий опыт моей гуманитарной, да, работы с платформой Стэнфорд получился после того, как в нашей гимназии проходило открытие недели высоких технологий, где были проведены мастер-классы. И вот один из мастер-классов, организованных, был тематически... Да, да, тема его «Тайна листа лотоса», где ребята исследовали лист лотоса, его гидрофобные свойства, характерные черты и качества. И когда я увидела тот видеоролик, скрин которого вы можете сейчас увидеть на экране, к сожалению, у нас сейчас, да, не совсем есть возможность полностью, да, его вам продемонстрировать, показать, но основную суть вы уже можете видеть на слайде. Так вот, когда я увидела фрагмент этого ролика, я вдруг поняла, что как филолог я в нем тут же обнаружила приближенность к текстам, которые даются на ЕГЭ и на ОГЭ ребятам для написания эссе. Это тексты, я думаю, филологи меня понимают, Салаухина, это тексты Пескова, которые призывают нас в естественном, простом увидеть вдруг красоту, определенную поэзию. Ну и вроде бы как, где поэзия, да, и где же работа по этой платформе. А вот обратите внимание, проведя этот мастер-класс, поучаствовав в нем, потому что проводили его старшеклассники, да, младшие классы с упоением смотрели на то, как катаются капли, да, по листу. Вот как раз они выполнили чуть позже. У меня следующее задание, да, проанализировали тот фрагмент видео, который есть с точки зрения проблемы, умение видеть красоту вокруг себя. И совершенно удивительные были сгенерированы ребятами тексты, где они, с одной стороны, прекрасно понимая, что такое гидрофобность, разбираясь в строении листа лотоса, они вдруг оказались способны говорить о красоте этих капель, об их скатывании по листу. Они стали мыслить образами, потому что кому-то эти капли стали напоминать жемчужины, кому-то эти капли стали напоминать подтаявшее желе. Кто-то пошел в своих фантазиях дальше, их оживил и даже дал им имена. Ну, это, правда, в основном сделали девочки, да. Шестой класс очень активно работал с этим видеороликом. И в результате получилось, что на базе как раз вот этой сессии, да, «Тайна листа лотоса» ребята смогли внедриться, да, пройти определенный отрывок из курса и биологии, и физики, потому что если вы посмотрите третье задание, да, то это как раз приближенное к изучению, да, вот этих свойств гидрофобности, как раз речь, да, приближенная к такому предмету, как физика. Ну, и посмотреть на это все другими глазами. Сложность, на мой взгляд, здесь состоит в том, что все-таки учителю русского языка литературы в данном случае все-таки нужно найти на базе этой платформы соответствующий ему видеофрагмент, какой-то ролик или какое-то изображение. Но то, что это, безусловно, может соответствовать либо фрагменту урока, либо стать основой для целого урока, вот это, на мой взгляд, даже уже не, ну, неоспоримо. А если мы будем говорить о действенно-деятельностном, да, о подходе, который сейчас чрезвычайно актуален, да, и который от нас требуется в обучении, когда мы говорим о вгосах, то здесь, знаете, наверное, высшей точкой, да, пока вот этой пробы моей скромной стало огромное желание поработать с проектом «Школа на ладони», тоже организованной «Роснано», когда ребята вдруг обнаружили конкурс научно-фантастических рассказов. И вот здесь, наверное, как раз и получился тот конкретный продукт, когда они уже работали с терминологией, а порой же ведь эта терминология, она идет именно опережающим обучением. А с другой стороны, они прекрасно уже разбираются в стилистике, в компонентах текста, и вот как раз, наверное, только в таком раннем, да, школьном возрасте они так смело берутся за смешение стилей, за создание вот этих научно-фантастических рассказов. Ну, может быть, это как раз их и приведет к интересным открытиям, потому что многие, работая с атласом профессий, да, мы вот с Сергеем Владимировичем недавно об этом тоже говорили, обратите внимание, уважаемые коллеги, кто еще не работал с этим продуктом Роснано, очень интересная сфера, которая ребят чрезвычайно волнует. Задав в поисковике атлас профессий, да, просто набрав это слово сочетание, вы получите огромную, думаю, массу и удовольствия, и удивления от того, какие профессии у нас будут актуальны через 15 лет, через 20 лет. И вот как раз такое интегрирование, да, такая конвергенция, которую мы можем себе позволить благодаря платформе Stanford, она, наверное, и дает возможность с уверенностью этим детям уже смотреть в будущее. Они будут легче адаптироваться к тем запросам, которые уже сейчас общество, наша экономика, наше правительство нам готовит. Еще хотелось бы добавить несколько слов по поводу использования как раз ресурсов в рамках того, что наша гимназия является структурным подразделением ВУЗа, и в него также входит еще и среднепрофессиональное образование. Платформа Stanford и ее ресурсы, используя в том числе на уроках межпредметной интеграции, задействуя в собой не только предметы, естественно, научного цикла, но, как мы сейчас услышали у Екатерины Геннадьевны, и предметы гуманитарных дисциплин, позволяют интенсифицировать процесс образования будущих абитуриентов и студентов, в частности нашего ВУЗа или в частности наших колледжей, которые также входят в структурные подразделения. Для чего это нужно? Существует, скажем так, несформулированный социальный заказ на понимание терминологии, современной терминологии в области высоких технологий, как раз тех междисциплинарных взаимодействий между различными отраслями инноватики, в которых бы дети уже ориентировались, приходя либо в колледжи, либо в ВУЗы. И то, что происходит на стадии предметности, которая чаще всего реализуется в системе среднего и общего образования, этого оказывается недостаточно. Есть небольшая рассогласованность программ, преемственности программ, как раз общего, среднего образования и высшего образования. Сейчас это все, конечно, старается уменьшить, минимизировать эту рассогласованность, но она есть. Так что, коллеги, используя платформу Stanford, можно почерпнуть для себя массу методических рекомендаций, практических способов деятельности, в той как раз сфере, которая вам оказывается ближе всего в рамках вашей профессиональной деятельности. Но прежде всего мы должны помнить о том, что наша с вами задача – это воспитать гармонически развитую личность. И в частности, одним из таких инструментов, на наш взгляд, является онлайн-платформа Stanford. Удачи вам в работе, я надеюсь, что наше выступление для вас было полезным. Благодарим вас за внимание. До свидания. Большое спасибо, коллеги. Очень трендовое выступление представила сегодня гимназия МИИ. Хочу напомнить, что наша платформа называется Stanford. Это русифицированная аббревиатура STEM – Science, Technology, Engineering and Math. Думаю, это общеизвестный факт. Но современный тренд – это более новая аббревиатура, которая звучит как уже STEM – Science, Technology, Technology, Engineering, Engineering, Arts, Искусство and Mathematics. Именно поэтому вот наше выступление, выступление наших коллег из МИИ, можно в полном смысле называть современным образовательным трендом в области современного образования. Сейчас мы перемещаемся в Карелию. Мы уже видим Елену Николаевну Герасимову. Пожалуйста, ее выступление. Елена Николаевна, с удовольствием передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, это как раз на экране темы моего выступления. Обращаю ваше внимание на несколько ключевых слов. Это кладовая и перспективы к воде. Поэтому, наверное, я в каких-то таких немножко других ракурсах попробую сейчас представить платформу STEM и все возможности, которые перед нами пока скрыты, но могут явно проявляться в нашей образовательной жизни. Ну, что такое 39-е царство? И на первом царстве показываю вам замечательные позиции, которые уже видно, хорошо нами вспоминающиеся кадры и фильмов после 39-го царства. Пересловно, мы помним, что эти три ключевые слова, наверное, будут степеньки для нас главы, как самая пространство, плохой листья. Это удивление, открытие и перспективы. Помните, согласно с коллегами, что в физической науке, в том, в естественном, в первом пространстве, которое находится в заднем мешке, он другой. И поддержание трехлевых, и технологии трехлевых. И вот истинная инфицированность этой шкулы, она позволяет нам адаптироваться в эти пространства. Поэтому наше предложение... Елена Николаевна, у нас технические проблемы, вас очень плохо коллеги слышат. Поэтому мы сейчас постараемся их решить. Коллеги, переходим пока к следующему выступлению. После него снова подключим Карелию. Да, вот видим, да, что вы пишете в чате, большая проблема. Итак, снова Москва. Светлана Владимировна Зайцева, учитель математики школы 1191. Слово Светлане Владимировне. Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, вы удивлены, что сегодня спикером выступает учитель математики. Конечно, в рамках программы Стэнфорд это физики, биологи, химики, информатики, математика. Но, тем не менее, я такой вот человек, которому мне все интересно новое. Но и в таком же ключе я работаю со своими учениками. Поэтому расскажу, как можно использовать ресурсы Стэнфорд-платформы в ранней профориентационной работе с учащимися 5-6-7 классов. Ни для кого не секрет, что образовательная триада, которая включается «Удивись, узнай и попробуй сам», подключены все различные ресурсы. Уже неоднократно моими коллегами здесь была обозначена работа с сетевым проектом «Эффект лотоса». Так вот, на одном из уроков математики в рамках физкультминутки или небольшой психоэмоциональной разгрузки я им показала видеоролик коллекции мультфильм «Волшебная лаборатория», где мультяшным героем выступил всем известный Анатолий Вассерман. То есть на уроках математики, биологии, географии, мы говорим сейчас про 5-6 классы, спокойно можно показывать эти мультики, они небольшие по временному содержанию, 5, максимум 6 минут. Это достаточно, чтобы ребят немножечко заинтересовать, то есть узнать и удивиться. Одним из таких эффектных роликов был ролик по теме мода. Казалось бы, девочки, да-да-да, мы сейчас будем смотреть мода, но и в этом ролике не только девочки, но и мальчики увидели для себя что-то новое и удивились. Ну и продолжением вот этого разговора у нас стало дальше, после урока проводилась ярмарка ремесел, где каждый педагог представлял программу своей внеурочной деятельности, и ребята, конечно, массово стали записываться на курс по использованию нанотехнологий. Для 5-6 классов это пока только проба пера. Ну и в продолжении разговора видеоролика мультфильма «Мода» работа в сетевом проекте. Мы, к счастью или к сожалению, но это первый опыт наш, мы пробовали работать в первой сессии сетевого проекта «Эффект лотоса». Что позволил этот проект нам сделать? У нас все получилось, была создана разновозрастная команда из 6-7 классов, вел проект учитель биологии Антонова Вероника Владимировна. За месяц ребята научились оформлять проект. То есть работать в команде, на этом мы пробуем и на любом уроке работать в команде, выполняя, но здесь именно детальное изучение, что такое проектная деятельность. Потому что ни для кого не секрет, в 10 классе по ГОСам каждый ребенок должен защитить свой индивидуальный проект. То есть подготовить, что такое проект, задачи, цели, как оформить проект. Все это позволило, конечно, участие нам в сетевом проекте «Тайна листа лотоса». Журнал исследовательской команды, здесь представлен фрагмент, как ребята оформляли. Спасибо огромное нашим организаторам, тюторам Ирине Геннадьевне, предоставляющим такую возможность ее коллегам. Вот ребята учились оформлять журнал команд не только текстом в формате, но и фотографии прикладывать. То есть на сравнение, не просто одну фотографию, на сравнение здесь проводили. Но получили, конечно, огромное удовольствие. Мы думаем, конечно, продолжать работать в этом ключе. Сейчас подключаются уже у нас учителя, работающие в старших классах. Учитель физики Морозенко Галина Олеговна, изучив возможности ресурсов Стэнфорд, подготовила уже тематическое планирование с использованием на уроках физики, начиная с 7 класса. 7, 8, 9, 10, 11. Прочитав список вебинаров и электронных курсов, можно тут же составить, конечно же, название внеурочной деятельности. Потому что иногда возникает вопрос, не как организовать, а чем наполнить. К сожалению, пока мы не имеем такой технологической базы, как некоторые московские школы. У нас обыкновенная простая московская школа с обыкновенными простыми классами. Поэтому провести вот такой вот разговор с научными лекторами из ведущих вузов, конечно, прекрасная возможность. Мы увидели здесь для ребят возможность работать в цифровой среде, общение с ведущими учеными, геймификацию. Игра «Аллатроп», конечно, будем пробовать. У нас это следующий наш шаг. Но и выполнение исследовательских проектов. Ну а для учителей это поддержка учебного процесса. Мы можем иллюстрировать все изучаемые явления теми ресурсами, которые представляет Стэнфорд. Раннюю профориентацию, как уже сказала я. Межпредметные учебные проекты выполнять. Ну и организация внеурочной деятельности. Ну и, конечно, современные формы обучения. Для нас это очень удобно, дистанционно, сетевое взаимодействие и так далее. Огромное вам спасибо. Прекрасно было всех слышно. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Коллеги, читаю ваши вопросы относительно сертификатов. С нами сегодня в трансляции. Мы видим в чате наш всеми очень уважаемый администратор Юлия Залега. Мы обязательно вопрос с сертификатами решим. Если кто-то выпадал на время трансляции, вы нам напишите. То есть, пожалуйста, по этому вопросу не волнуйтесь. Мы пробуем еще раз подключиться к Карелии. Елена Николаевна, давайте, вторая попытка. Надеемся, будет слышно лучше. Как сейчас меня слышно? Сейчас меня слышно. Слышно, да? Хорошо. Хорошо. Сейчас покажут мою презентацию на экране. Мы начнем. Ну, прежде всего, еще раз. Еще раз. Короткие работы. Ну, и вот первый кадр, который вы видите. Я не случайно выбрала мультфильм «Вовка в 39-м царстве», потому что понимаю, что сегодня мы говорим о возможностях удивительной платформы центра. И возможности эти, конечно, будут зависеть, прежде всего, от администрирования, которое возложено как на педагога, так и на администрацию. Сегодня мы должны, наверное, с вами четко ответить на вопросы, для кого эта платформа, какие, вот еще раз повторяю, возможности, зачем нам нужны вот такие виртуальные возможности, ну, и какой результат мы могли бы спрогнозировать, и к какому результату мы с вами будем двигаться дальше. Ну, не будем оспаривать, наверное, тот момент, что поколение, с которым мы сейчас работаем в школе и в учреждении дополнительного образования, это совершенно другое поколение, и оно предпочитает общение в виртуальном пространстве, к живому общению. Ну, это, к сожалению, уже реально. Понятно, что мы находимся в неких рамках, которые нам пытаются дать понять, какие вектора мы своего дальнейшего пути, действия должны простроить для того, чтобы получить тот результат и то требование, которое заключено в федеральном государственном стандарте. Ну, я думаю, что для тех школ, как локально, так и, наверное, лучше говорить, мегапространство образовательное всего города, там, улицы Политета, маленького поселка, все равно мы выходим с вами на проблемное поле, которое возникает. Возникает ли оно в основном образовании или в дополнительном, я думаю, что тут уже не принципиально. Прежде всего, это индивидуализированное учреждение, то есть индивидуализация. Безусловно, когда перед педагогом находятся от 15, ну, это, как правило, дополнительным образованием, до 25, а то и до 35 учеников, то выполнить условия индивидуализации достаточно сложно. Поэтому вот какие возможности есть у платформы СЭПР в этом плане для решения именно вот этой проблемы. Ну и, конечно, еще одна глобальная проблема, с которой мы сталкиваемся буквально каждый день, это разрыв достижений. Я сейчас не говорю о разрыве возможностей каждого ученика, я говорю о разрыве достижений, потому что мы понимаем с вами, что наши дети равные, они представляют собой совокупность как возможностей, так и, ну, условно говоря, тех условий, в которых они находятся, находятся, и они движутся каждый по своей скорости, по своему результату, и, безусловно, результаты получаются тоже разные. Поэтому вот как работать с этим разрывом достижений, продвижений по основной ли программе, по дополнительной, это тоже, я думаю, очень большая проблема. Ну и тенденции, которые намечаются для решения этих проблем, это, безусловно, переосмысление образовательного пространства, класса, школы, образовательного пространства виртуального, в котором находится ученик, ну и переосмысление, конечно, организации. Ну, это уже я уже сказала одним коротким словом, давайте по-другому администрировать. То, что касается возможностей как раз платформы «Семперс». Сегодня мы затронули с вами основное образование, но в то же время я буду говорить и о дополнительном. Безусловно, из глобального вот того уже ресурса, который представлен, который еще, надеюсь, будет пополняться, мы можем с вами создавать возможные программы. Мы понимаем, что у нас прежде всего есть возможность создания индивидуализированных курсов. И вот право наполнения этих курсов мы, конечно, можем поручить ребенку. То есть ребенок может вот из этого огромного содержания сделать набор курса в течение года, и этот курс, безусловно, настоятельно, ну, при сопровождении тьютера, я думаю, реализовывается. И что мы позволяем сделать ребенку? Свободный выбор именно тех материалов, которые будут ему интересны. А значит, уже вопрос мотивации внутренней для этого ребенка, он уже будет решен. То же самое может происходить и в виртуальном пространстве. Конечно, ну, какую-то некую роль эксперта для педагога мы можем в данном случае оставить для того, чтобы он мог рассматривать, какие курсы ребенок выбирает, ну, сколько они будут, может быть, лежать в той плоскости профильности, в которой находится ребенок, что-то посоветовать, порекомендовать. Ребенку, может быть, в данной случае, несколько изменить его курс, который он выбрал. Ну, понятно, что прохождение курсов, как очень больших, фундаментальных курсов, так и очень маленьких, которые занимаются полумесятого часов. Мы говорим о том, что они все внутри платформы СЭНПА сопровождены, конечно, тестовым вариантом и от СЭНПА, что очень облегчает контроль за продвижением ребенка внутри этого курса. Значит, у учителя возникает полная картина маршрутного листа продвижения ребенка вот в этом виртуальном пространстве. Далее я хотела бы обратить внимание на ресурс самой образовательной программы. Сегодня замечательное выступление коллег. Еще раз убедили нас в том, что учитель уже сейчас в мае, ну, может быть, в августе, когда еще раз возвращается к написанию программы, к ее корректировке, уточнению, уже может заложить определенные моменты использования ресурсов платформы СЭНПА. Это может быть несколько часов дистанционных в начале курса обычного, допустим, электромагнитного опыта и так далее, так и в итоговой его части в обобщении. Но мы прекрасно с вами понимаем, что у нас есть такие ситуации в течение года, когда мы вынуждены закрывать школы, например, это карантин, или ситуация, которая разникает порой при встрече аудитории, целой аудитории с учителем, и он не может перестраиваться только потому, что они движутся в разном темпе. Например, более успешный ребенок быстро проходит по заданию, которое ему дал учитель. И тогда мы понимаем, что в этот момент хорошо, конечно, когда в классе есть ресурс технический, мы можем выключить ребенка на момент какой-то общей работы в классе и поручить ему выполненные задания на платформе СЭНПА. Безусловно, здесь мы можем запланировать с вами, уже тут очень многое говорили, мы вот эти вот интегративные вещи, билингвальные вещи, когда два предмета могут соединить ресурсы образовательной программы и позволят ее пройти более глубоко, а еще самое главное рассмотреть вот этот материал, который нам дали возможность на сегодня использовать в образовательном пространстве, сразу несколькими предметами. То есть вот эти места знаний, места умения, которые мы могли бы формировать с помощью этой платформы. Ну, то, что касается, конечно, дополнительного образования, здесь вот просто колондаек. Если мы посмотрим на ситуацию сегодняшнего дня, то очень многие школы стали опорными функциями для проведения государственной инфекции. И опять-таки перед администраторами школ возникает проблема, что делать с остальными классами, которые в этот момент продолжают, ну, находятся в реализации основной программы. Год учебный еще не закончился. Значит, каким-то образом нужно все-таки быстро и успешное прохождение. И вот здесь опять-таки помогает конструктор, который вы создаете внутри образовательного учреждения с помощью такой вот микрогруппы, где мы быстро пытаемся для определенных параллелей набросать вот те невероятно интересные курсы, которым ребенок мог с помощью электронного обучения, находясь дома или находясь там в группе какой-то очень активной, пройти и безусловно, вот как сказали коллеги, приобрести дополнительные знания, формировать необходимые компетенции. То, что касается другой истории. Конечно, вот на сегодня я являюсь руководителем учреждения дополнительного образования, на плане которого строится технопарк, Аванториум. И вот внутри таких технопарков есть особая зона, это нано-кван, где работа без платформы в центре, мне кажется, просто невозможно. Потому что не только визит науки, не только содержание, которого нет в современных учебниках, но и возможность общения с реальными людьми, возможность консультации, возможность живого вот такого погружения в этот мир современной науки, я думаю, не представляет сегодня ни одно образовательное пространство, ни одна основная программа. Поэтому вот хотел бы обратить внимание коллег на то, что все-таки перспективы и возможности, они очень зависят от школы, от педагога. Сегодня вот мы слышали, что я увидел, и у меня родилась идея. Поэтому, конечно, мы очень много видим и креативим, когда есть повод для этого, есть причина, есть вот эта точка, которая позволяет нам расширить свое мироощущение и повысить свое профессионализм. Мы понимаем, что вот это поколение, новое поколение, оно и оспаивает немножко через другие формы, через другие возможности. А для того, чтобы эти возможности, эти техники, эти методики привнести в образовательное пространство класса и школы, конечно, мы должны, прежде всего, отходиться с нами. Поэтому вот я обращаю большое внимание на то, что параллельно с этим огромным образовательным пространством виртуальным платформой Tempor мы с вами можем и должны, я думаю, потому что это, безусловно, дает возможность педагогу быть распрепощенным, постеплять еще и современную технику. Ну, на этом я, наверное, закончу. Спасибо огромное всем за работу. У меня тоже развивается огромная толика людей, которые, я думаю, мы вместе с Калией будем. Спасибо, Елена Николаевна, за то, что с Карелией у нас все сложилось, выступление состоялось, выступление, на мой взгляд, замечательное, достойное завершения нашего сегодняшнего события. Замечательно, что мы уложились в полтора часа. Я от компании «Нано», от себя лично, высказываю большое человеческое спасибо всем нашим сегодняшним спикерам. Вы тоже можете сделать это в чате, видите сейчас, как это делают коллеги. Огромное-огромное спасибо. Еще раз напоминаю, что материалы конференции, мы все обязательно, все записи разместим на платформе. Где они будут размещены, мы делаем соответствующие, разошлем напоминания и делаем это через новости. По сертификатам тоже, пожалуйста, не волнуйтесь, если у кого-то какие-то индивидуальные возникнут сложности, вдруг вы сертификат не получите. Мой электронный адрес, вот он сейчас на экране, пожалуйста, пишите, мы все обязательно решим. Большое спасибо творческим, активным, ищущим педагогам, любящим свою работу, любящим все новое, интересное. И, как сказал в самом начале Игорь Александрович, мы вас ждем на наших и онлайн-площадках, и оффлайн-площадках. Планируем в начале ноября большую конференцию и надеемся, что на ней обязательно будут представлены уже с новым опытом все наши сегодняшние спикеры и наши новые слушатели, которые присоединились к вам сегодня. Всем хорошего дня, вечера и отличных майских праздников. Ждем всегда вас на платформе Stanford. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok